Как вдохновить мужа на полную жизнь? Он иногда хочет слушать лекции, если я его приглашаю, он приходит со мной. Но непонятно, то ли он верит тому, что слышит, то ли нет. Потому что изменений в его жизни не видно. Он не знает, в какой религии он находится. Я понимаю, что у меня есть мечта, чтобы он был непонятно развит, но не знаю, как с этим справиться и как его вдохновить. Это не является особенной ситуацией. Это касается всех мужчин и всех женщин. Потому что женщины очень имеют близкое сердце к Богу. Бог женщине дал возможность быть ближе к Богу. Это благословение женщины. Но это не является ее заслугой. Это ее обязанность. Женщина ближе к истине, сердцем. И это ее обязанность. Это ее заслуга. Когда женщина рождается в мужском теле, она становится дальше от Бога и дальше от истины. Когда женщина рождается в женском теле, то она становится ближе к Богу и ближе к истине. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы вдохновлять мужчин на служение Богу. Женщина должна вдохновлять мужчин и детей своей на служение Богу. Так как женщина легко вдохновляется, от природы женщина обладает уникальными свойствами многими. Вот если взять, допустим, и посмотреть, как слушают лекции мужчины и женщины. Женщины слушают лекции вот так. Они очень сильно верят. Женщина по природе очень сильно верит, склонна верить. Мужчины слушают вот так. Они сомневаются во всем, изучают. Если мужчина смог слушать с верой, это значит, что он большой путь уже прошел. Женщина сразу начинает слушать с верой. Иногда женщина приходит на лекцию и чуть-чуть сомневаются. Они смотрят на меня чуть-чуть так. Думают, кто ли прав, кто ли. Это значит, что женщина в путь за первый раз. На второй раз она уже смотрит внимательно на плеки, уже все. Она уже вся в лекции, уже все изучает. Мужчине нужно несколько лет, чтобы поверить во что-то. Женщина быстро чем-то вдохновляется и быстро остывает. Мужчина медленно вдохновляется и вообще не остывает. Если мужчина вдохновился, он как паровоз его разгунишь, потом не остановишь. Женщина как ветер, подула в одну сторону, подула в другую сторону. Ветер нужен для того, чтобы разогнать паровоз. Если паровоз не разогнался, ветер бесполезен. Ветер может дуть, колыкать деревья туда, сюда, и ничего не меняется. Ветер дует то туда, то сюда, и ничего не меняется в жизни. Но если ветер дует в одну и ту сторону, и разгоняет паровоз, то тогда ветер может сесть в этот паровоз и ехать в нем спокойно, без проблем. Обязанность женщины довести мужчину постепенно к духовной жизни. Вот мужчина, как в этой записке написано, иногда ходит на лекции, иногда нет. Это здорово. Потому что большинство мужчин не то, что не ходят на лекции, они даже слушать об этом не хотят. Если женщина говорит мужу, что я на лекции хожу, начинает ревновать, вы говорите, что ты там нашла? Кто это такого? Торсунок. И как только она вам узнает, сразу начинает искать племени в сайте, в интернет, начинает ей зачитывать. Смотри, что пишет адопатный человек. Мужчина склонен к вам всего сомневаться. Это признак разума. Сомнение — это признак разума. Вера — это тоже признак разума. У женщины разум чистый по природе и сладкий. А у мужчины сильный и грязный. И когда они дополняют друг друга, наступает гармония. Женщина должна по-доброму, очень скромно и смиренно просить мужа приходить на лекцию. Как это делать правильно, я вам объясню. Ни одной на лекции очень неудобно находиться. Я стесняюсь. Пожалуйста, прийди со мной и посиди вместе. Чего тебе жалко три часа для меня потратить? Посидеть на лекции рядом со мной. Ну, не нравится и не слушать. Просто приходи и посиди со мной на лекцию. Это будет проявлением твоей идеи. Или приходи со мной, постой в храме. Я помолюсь, а ты постой просто там, в сторонке. Я хочу с тобой, чтобы ты меня проводил в храм. Я не хочу одна туда поведеть. Если женщина так будет себя вести, и мужчина просто приходит с ней куда-то, то через два года он ей скажет. Я и сам всегда стремился к этому знанию. Я сам на самом деле к этому пришел. И на мастер согласен. Прилагайте огромные усилия, чтобы свой мужа привезти к Богу. Если вы это сделаете, ваша семья будет в полной сохранности. Изменяй только от вести. Когда мужчина начинает думать о Боге, мысли о измене, заканчиваются в его жизни. Мужчина, который реально идет к Богу, он никогда не предаст свою жену. Поэтому главная цель жизни женщины, это алтарь в доме, это очистить атмосферу от светской жизни. Светская жизнь означает страсть. Надо очистить атмосферу своей семьи от светской жизни. Надо, чтобы жизнь была религиозной. Найдите свою веру, ищите. И не нашли ничего страшного, ищите. Когда-нибудь мы будем. Какая у вас будет вера, не имеет значения. Эта вера должна быть древней. Есть Библия, на основе Библии может быть вера. Или есть Веды, есть Коран, есть Алтуд. Выбирайте себе веру на основе священных писаний. Не на основе того, что кто-то что-то сочинил, придумал на основе священных писаний. Убирайте веру, но без верности человек живет. Гарантии сохранить семью нет. В светском обществе нет целомудрия, нет чистоты, нет верности, нет честности. Это общество крокодилов, которые могут откусить у вас часть вашей семьи. Вот ко мне сейчас подошла одна девушка, и крокодил в женской юбке откусил в ней мужа. Она осталась без мужа, потому что ее мужа не убила женщину другая. И это обычное дело в этом мире. Обычное дело. Понимаете? Но если муж начинает идти к Богу, то это невозможно сделать. Или сделать и разный тяжелый.